Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Скажу я вам историю сейчас. В 1900, в далеком 91 году, я неожиданно для себя купил машину ВАЗ-2108, восьмерка. Это была замечательная машина. И поехал в отпуск с Северного флота из Мурманской области Поехал в Севастополь на машине один. Перед этим покатался буквально месяца два на машине первый раз, по сути дела, и поехал. Дорога долгая. Это Мурманская область. Это июль месяц. На севере, как вы знаете, полярный день. Ночи нет. Я выехал в 18 вечера. Серенький такой денек. Вся такая серенькая ночь. И вот я проехал ночь, проехал день. И на следующий день вечером я был в Таллине. Мне надо было в Таллине. Пе-пе-пе-пе-перерыв я делал в Таллине. А дальше на Севастополь. У меня в Таллине жила сестра. И вот я, значит, еду. Мурманская область. Карелия. Едешь сотню километров. Ни одного, ни одного тебе поселка, ни дома. Одни знаки стоят. Неровная дорога. Стоимость знаков, наверное, дороже, чем отремонтировать дорогу. 92-й год. И вот я пру. Итак, Мурманская область, Карелия, Ленинградская область. И вот я приезжаю в Ленинград. К чему я это рассказываю? Когда я выехал из Мурманска, впереди меня ехала какая-то колымага. Какой-то фургон. Старенький, раздолбанный какой-то фургончик. Грузовая такая машинка с фургоном. Вся какая-то потрепанная, занюханная таратайка. Я ее гордо объехал. Даже не обогнал, а объехал. И вот, что я хочу сказать. Через некоторое время еду, смотрю, впереди эта таратайка едет. Фургон этот. Думаю, как он оказался впереди меня? Я его опять объехал. Да так это небрежно. Не то, что там обогнал, а просто объехал. Короче говоря, за всю дорогу я объезжал его, обгонял раз пять. И каждый раз удивлялся. И самым большим удивлением для меня было то, что когда я въезжал в Ленинград, бывший, нынешний Санкт-Петербург, эта колымага ехала впереди меня. Я ее опять обогнал и въехал в Ленинград. Я тогда был просто потрясен. Я был просто шокирован. Я был удивлен. Каким образом я такой весь крутой, на такой крутой тачке, на новой еду с большой скоростью, пять раз обгонял эту колымагу и в конце концов она практически первая приехала к Ленинграду. Потом я понял, что я же останавливался. Там остановился, здесь остановился, там передохнул, здесь заправился, там перекусил, там то сё. Но вывод для себя сделал мне тогда эта история, вот этот вот факт запал в душ. Совсем недавно я смотрел на ютубе видео и наткнулся на ролик Жванецкого. Случайно совершенно. Есть такая передача, дежурный по стране. И он там что-то рассказывал, ему задали вопрос. А что вы думаете по поводу развития России? Сказали, спросили его. И Жванецкий сказал, говорит, я когда-то жил в Ленинграде, а потом от Райкина ушел и переехал в Москву. Вещи перевозил в Москву на своим стареньком автомобиле, в Жигулях. Хочу вам сказать, рассказать историю, говорит он. Я ехал Москва-Ленинград по трассе, и впереди меня ехала какая-то Колыма, какой-то занюханный грузовик. Я обгонял его, говорит, раз пять. Раз пять я его обгонял. И так он перед самой Москвой опять оказался впереди меня, я его обогнал. Я вам хочу сказать, не спрашивайте меня о будущем России. Не надо нам думать о том, как бы кого победить, как бы встать в первые ряды, значит, мировых держав, и, значит, создать экономику, которая бы всех потрясла, значит, и так далее, кого-то побеждать. Надо просто спокойно работать. Я вам хочу сказать, вот это мое наблюдение, связанное с поездками на дороге, говорит, что дальше уезжает тот, кто едет непрерывно. Для нашего бизнеса, для сетевого маркетинга, да и вообще для любого дела, самое важное – непрерывность процесса. Это крайне важная истина. Может быть, важнее ничего я не говорил на своем блоге. Вот важнее ничего я, пожалуй, не говорил. Вот если ты нашел свое дело, если ты нащупал метод, который срабатывает, то ты давай работай. Вот делай одно и то же, вот делай одно и то же, пусть будет меньше, но одно и то же, 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 в том же ровном темпе, без рывков, без пауз, без рывков, без пауз, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Это гораздо, гораздо эффективнее, чем рванул месяц в день, рванул две недели бездельничал рванул метод работы поменял новую компанию сменил рванул выбери компанию выбери метод работы и долбать одно и то же одно и то же будут сбивать будут все время говорить вот там лучше у того лучше а вот почему бы нам не сделать так а вот вот так боже какие волевые усилия мне надо мне надо для того чтобы свою работающую приносящую растущую прибыль модель удержать в руках и никому не позволить сбить себя с толку со всех сторон сыплются советы рекомендации умники разные приходят всякие разные критики раздаются слева справа снизу сверху отовсюду масса информационного напора требующего что-то поменять вот только тот кто способен отделать одно и то работающие пусть она работает не так как надо пусть она работает может быть какими-то ошибками согрехами не так быстро не так эффективно но если продолжать сила возрастает многократно это какой-то закон неведомый мне который я не могу оформить формулу но это стопроцентный закон делай одно и то же одно и то же нащупай модель и стой на своем не поддавайся соблазны страшно страшно опасная вещь они все время тебя сбивают меня сбивают постоянно раньше я вот думаю я не преуспевал долгое время потому что я беспролимно все менял только люди привыкнут я уже поменял только-только начнется мне кажется уже где-то есть лучше вот эти мысли что дальние поля зеленее что на чужих деревьях плоды больше что в чужих руках флаг выше стоит значит что ну короче говоря вот это все время какие-то мысли какие-то враги а причина лишь бы не работать лишь бы что-нибудь менять а надо работать надо просто делать свое дело делать и делать дело какое дело включать в бизнес новых людей находить новых клиентов включать бизнес новых людей находить новых клиентов обслуживать их помогать им и дальше двигаться и дальше двигаться и делать одно и то же и зацепятся несколько человек таких же вот с ними то ты сделаешь свой бизнес стойкость сила воли упорство настойчивость железная воля все это относится только к одному делать то что ты однажды взял за основу и используешь как главный метод в работе это очень важная очень важным вот если у кого-то проблемы с бизнесом если у кого-то недоумение почему не получается вот попробуйте проанализировать свою работу в сетевом бизнесе и ответьте себе честно сколько раз вы все поменяли помаленьку как следует основательно кардинально полностью сколько раз с какой периодичностью это делаете какие паузы вы совершаете в работе только непрерывно вот как природа непрерывно растет вот трава растет тихо незаметно но непрерывно непрерывно ни на секунду ни днем ни ночью не растет дерево растет точно также зима вырастает в весну весна в лето ночь вырастает в утро утро в день день вечер вечер в ночь вот это вот вот законы которые установил Бог, вот они и работают. И нам в бизнесе нужно делать то же самое. Я желаю вам удачи. До свидания.